здравствуйте уважаемые студенты мы начинаем курс лекции по культурологии и сейчас первая лекция называется она морфология культуры для вашего удобства я перейду к демонстрации слайда итак морфология культуры сегодня в рамках данной темы мы рассмотрим историю формирования данного феномена мы рассмотрим подходы которые освещают данный феномен а также рассмотрим типологию культуры орфология культуры мы прежде всего поговорим о том что есть культура как она функционирует каковы проблемы соотношения культур разных эпох народов и нужно сказать что существует большое количество определений данного феномена но вообще своим появлением слова культура обязана древним римлян именно они первоначально обозначили этим словом словом культура возделывание и обработку почвы со временем термин культура был принесен римлянами на человек он стал означать воспитание и образование то есть возделывание человек и уже у цицерона появляется термин культура в отношении духовной деятельности и культура в этом смысле стала противопоставляться некультурности и дикости первоначально понимание культуры имела такое такое значение и она актуальны и по сей день но конечно значение данного термина эволюционирует многие считают что культура это какая-то система правил да это приличные манеры это поведение за столом это этикет и особенно часто слова культура мы встречаем в средствах массовой информации когда обозначается что-то хорошее но достаточно неопределенно понятие культура часто сводят к искусству и говорят художественная культура да я отождествляют ее с музеями и библиотеками то есть мы наблюдаем вот такое расчленение как бы целого вот эти все представления вышеназванные они верны и не верны да верны потому что действительно все вышеназванные имеет отношение к культуре но эти определения не охватывают ее в целом почему так происходит да потому что данное понятие которое мы так часто употребляем она кажется нам привычным доходчивым но она очень широко она очень многогранна и она включает в себя большое количество очень разных компонентов поэтому трудно дать определение но дать его необходимо да необходимо потому что если мы не поймем суть этого явления его содержание то мы не сможем понять это явление тогда давайте наметим какие-то границы в которых данное понятие имеет смысл например можем ли мы сказать что существует культура оленя культура сайгака культура медведя которая живет в лесу можем ли мы сказать что существует культура воробья можем ли сказать что существует культура дельфина который рассекает вон нет думаю нет культура связана с человек почему мы отказываем в наличии культуру всем живым существам кроме человека ведь у многих животных достижения куда лучше чем у человека многие животные гораздо красивее поют гораздо больше диапазон красок в их зрении и даже если говорить про внешний вид то большинство современных людей наверняка проиграла бы вот в этом конкурсе красоты да изящество грация легкость это присуще животным а что людям часто сутулость часто скованность но культура все же принадлежит люди человек наделен мышлением человек наделен способностью к творческой деятельности как к материальной так и духовно да рыба плавает лучше но она не сможет придумать корабль до соловей пойдет лучше но не сможет сочинить музыку человек может делать и делает многое хуже чем живые существа но все что он делает относится к культуре к низкой к высокой культуре каменного века или к современной культуры дело в том что культура связана с осознанным активным жизнетворчеством человека это очень важно принципиальное отличие человеческой культуры от деятельности всех живых существ заключается в том что культура проявляет себя не только как материальный но и как духовный процесс чем богаче духовный мир тем выше духовное состояние целого общества тем она богаче тем она активнее проявляет себя и тем богаче культура культура вообще предполагает наличие творений результатов творчества и да культуре присущи как материальная так и плоды духовные и здесь мы подошли к очень важному аспекту проблема сохранения я накопления и распространения результатов культуры проблема развития культуры как бы ни было богато внутреннее я человека она уйдет с ним если человек ни с кем не поделится если он не придаст другим людям богатое содержание своего мира и самый простой способ передачи своих духовных богатств это рассказать о них да то есть материализовать их взрослые и звуковой вербальной форме но этот способ крайне ненадежен если бы и человечество пользовалась только и то культура бы не развивалась она не отличалась бы от уровня древних цивилизаций но культура материализуется не только в звуках она материализуется в знаках и человечества письменных памятников и это фундамент сегодняшней культуры но человечество же не всегда владела письменностью и далеко не всегда письменные источники сохранились да мы знаем что существует многочисленные факты гибели целых библиотек хранилищ и тем не менее мы знаем немало обстоятельств оживших тысячелетия назад временах и народов и культур огромные следы человеческая деятельность и культура оставили в результатах материального труда в виде зданий в виде сооружений в виде предметов быта одежды ритуалов традиции и так далее и многие из них сохранились по сей день они являются и сегодня частью культуры культуры как отдельных народов так и человечества в целом культура культура это совокупность всех видов способов приемов человеческой деятельности это совокупность передаваемая последующим поколениям в материальных носителях мы различаем духовную и материальную культуру что значит духовная культура это инструменты это станки заводы что значит духовная это научные идеи это музыкальные произведения это стихотворение и духовная и материальная культура тесно взаимосвязаны материальная культура всегда является воплощением идей творчества и наоборот духовная культура она теряет смысл без воплощения в практику и духовная культура это весь духовный опыт человечества это тот опыт который был накоплен им за тысячелетия существования культура выполняет множество функций и мы поговорим о некоторых из них и конечно как и во времена цицерона главная функция культура связана с возделыванием человека то есть его воспитание и прежде всего познавательная функция культура состоит в том что культура дает представление об эпохе о стране через культуру а значит через искусство через науку люди познают самих себя и предшествующие поколения информативная функция культуры состоит в том что культура придает знания и опыт предшествующим поколениям в культуре проявляется историческая память отдельных людей на и всего человечества информативная функция культуры позволяет людям осуществить обмен знаниями далее коммуникативная функция культуры в том что культура не существует вне общения она формируется через общение причем общение может быть как прямым так и непосредственно и косвенно косвенным это когда мы узнаем жизнь прошлых поколений через скажем произведения писателей регулятивная функция связана с тем что происходит нормативность общественной жизни в сфере труда в сфере быта в межличностных отношениях регулятивная функция прежде всего опирается на мораль и право и семиотическая семиотическая или знаковая функция это знаковая система культура предполагает знание и владение знаками без изучения знаковых систем овладеть достижениями культуры невозможно например язык устный или письменный это средство общения людей Литературный язык это тоже средство овладения национальной культурной. Таким же языком является и музыка, и живопись, и театр. И естественные науки также располагают своими собственными знаковыми системами. Ну и аксиологическая, или мы называем ценностная функция, в том, что она отражает качество, качество нашей жизни. То есть культура формирует ценности, формирует базовые установки у человека. Именно по этим базовым установкам мы можем говорить о культурности какого-либо человека. Современная культурология включает в себя множество интересных идей и концепций. И они оказали влияние на всю культурологическую проблематику. И одной из первоначальных форм объяснения культурных изменений была мифологическая интерпретация, где все перемены трактуются антропоморфно. Мы бы сказали простым языком по-человечески. То есть древняя греческая мифология. Мы знаем, что греки связывали изменения своей жизни с поступками и желаниями богов-олимпийцев. Но ведь боги-олимпийцы имели человеческий характер. Все области жизни человека были поделены между богами. И человек мог многого добиться в своей жизни, если он имел расположение богов. Так вот, представление о времени соответствовало мифологической интерпретации культурных изменений. То есть существовало представление о цикличности, о возвратности, круговороте времени. Греки были единодушны в столкновании истории как процесса круговращения. Когда наступило религиозное мировоззрение и появилась теологическая концепция развития культуры, то в мировых религиях, буддизме, христианстве, исламе, все изменения в мире и в обществе выходили из могущества высшей сущности, Бога, Аллаха. То есть все объяснялось промыслом Божьим. И кроме того, вот в лоне вот этой религиозной традиции формируется идея о линейном характере времени на основе парадигмы эсхатологизма. То есть ожидание некого великого истинного пророка и ожидание страшного суда. Что значит линейный? То есть время имеет и точку отчета, это акт творения мира Богом, и конечную точку, это страшный суда. То есть если в основе круговорота лежит традиция, то при линейном рассмотрении лежит новация. И вместе с линейным представлением о времени, о прогрессе в истории человечества и культуры появляется идея единства истории и культуры всего человечества. Вот этому формированию представление о единстве человечества способствует развитию мореплавания, то есть великие географические открытия. И далее, еще одна концепция у великого немецкого философа Гигеля. Культура выступает как реализация разума, но уже мирового разума, мирового духа. Этот мировой дух, развертывая свою сущность, он реализует себя в судьбе целых народов. Он воплощается в науке, в технике, в религии. И он воплощается в том, как устроено государство. Абсолютный дух осуществляет свои цели через деятельность отдельных людей. И каждая национальная культура при этом выступает как степень саморазвертывания мирового духа. Последняя субстанция мирового духа и всей культурой является свобода. То есть осуществление свободы духа совпадает с ростом осознания и осуществления человеческой свободы. Следующая концепция принадлежит Марксу и Энгельсу. И они обосновывают материалистическую позицию культурного единства человечества. Они создают так называемое материалистическое понимание истории. То есть вся история человечества предстает в их теории как закономерный процесс смены общественно-экономических формаций. У их кривобытное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, коммунистическое опять. Причем эта смена должна происходить только путем революции. И вот в этой концепции главное решающее значение дается экономическим и социокультурным факторам. То есть прежде всего материальному производству. Параллельно с материалистическим пониманием истории развивалось несколько иных теорий. И это прежде всего концепция немецкого философа Карла Ясперца. Ясперц предлагает свою схему мировой истории, называет ее «Единый мир человечества на земном шаре». И вот этим основанием для типологизации культур, по его мнению, является осевое время формирования духовного опыта человечества, которое приходится примерно в 800-200-е годы до н.э. Вот именно в этот период в великих культурах древности формируется духовная основа человечества. Причем эти культуры никак не соприкасались друг с другом. То есть в Европе, в Индии, Китае формируется культура осевых народов. Пробуждается рефлексивное индивидуальное осознание. То есть человек начинает задумываться об устройстве окружающего мира, о том, какое место он занимает в этом мире. А вот там, где человек не отважился искать в себе меру вещей и придерживался мифологических традиций вирования, не произошло реформирование культур, говорит нам Ясперц. И это культура египетская и вавилонская, и они не смогли перешагнуть вот это осевое время, хотя достигли огромных успехов и в государственной жизни, и в архитектуре, и в живописи. То есть они природились, они стали жертвами внешних сил, говорит нам Ясперц. Более того, до сих пор вообще не было мировой истории, мнение вот исследователей. И это был конгломерат локальных историй, и мировая история только начинается. И в начале 20 века в противовес идеям линейного, прогрессивного развития появляется, вновь или возрождается концепция о циклическом и волнообразном характере развития культуры. И здесь самым ярким представителем явился Освальд Шпендлер. И труд его называется «Закат Европы». И вот этот труд имел эффект разорвавшейся бомбы вообще для европейцев. Дело в том, что у Шпендлера нет единой мировой культуры. Есть различные независимые друг от друга культуры, и каждая из них имеет свою собственную судьбу. И культуры, как все живые организмы, проходят вот эти возрастные ступени. Детство, юность, зрелость, стар смерть. То есть культура рождается, когда из прадушевного состояния человечества отслаивается великая душа. И когда эта душа реализует весь свой потенциал, культура умирает. Смерть культуры есть исчерпание души. И это происходит тогда, когда взоры людей обращены не к культурным ценностям, а к утилитарным целям, к благоустройству жизни. И вот этот период Шпендлер называет цивилизацией. То есть мы уже наблюдаем противопоставление этих понятий, понятий культуры и цивилизации. И с точки зрения Шпендлера цивилизация – это неизбежная судьба культуры. Ее самое крайнее искусственное состояние. Так и называется его труд – закат Европы. Потому что Европа как раз переживает, говорит наш Шпендлер, подобный период. Ну и еще одна концепция, о которой сейчас хочется поговорить – это английский историк-культуролог Арнольд Тойнби в своем произведении «Исследование истории» осмысливает общественное историческое развитие человечества. Каждая культура для Тойнби – это ступень на пути реализации человечеством своего божественного предназначения. И его концепция называется «Концепция вызова и ответа». То есть Тойнби подчеркивает идеологическую сущность развития культуры. Развитие культуры осуществляется как серия ответов. Эти ответы дает творческий человеческий дух. Это ответы на те вызовы, которые бросает ему природа, которые бросает ему Вселенная. И каждая цивилизация у Тойнби проходит стадии возникновения роста, надлома и гибели. И вот эта циклическая модель исторического развития у Шпенгера модифицируется у Тойнби как бы признанием объединяющей роли мировых проповеднических религий. Все рассмотренные нами религии, культуры пытались анализировать культуру с позиции духовности, разума. Но есть еще одна концепция, которую демонстрировал Дигмунд Фрейд. И Фрейд создатель психоанализа. И он говорит о том, что изучая культуру и вообще изучая человечество, нужно в первую очередь отдавать значение бессознательному. И бессознательному Фрейда не зависит от сознания. Это безличное начало человеческой души, и оно активно вмешивается в человеческую жизнь. Это кипящий котел инстинктов. И в нем живут и кипят все человеческие страсти. Бессознательное исходит из принципа удовольствия. И оно всегда находится в конфронтации с нормами. И вот наше сознание, несознательное я, не может победить вот это бессознательное. И Фрейд указывает, что есть способ, при помощи которого культура приводит в жизнь свои цели. Это сублимация. То есть использование вот этого бессознательного, который... А что есть бессознательное? Это, скажем, такой сексуальной биологической энергии. И ее нужно использовать в разумных целях. Вот об этом концепция Фрейда. То есть при сублимации, примитивное влечение вот этого бессознательного, которое Фрейд называет оно, обретает форму влечения к искусству, к творчеству. И для этого нам необходимо вот то самое сверх-я. А сверх-я – это и есть культура. Она сама стала частью бессознательного. И культура является неким цензором. Именно благодаря культуре человек способен жить, как культурное существо. Ну что ж, и сейчас мы поговорим об этих понятиях культура и цивилизация. И нужно сказать, что эти два понятия часто противопоставляются. Вообще понятие цивилизации появилось, как уже бы я отмечала, в 18 веке, когда появляется вот эта теория прогресса. Когда появляется понятие просветительского мышления. То есть цивилизация – это прогресс. Это развитие разума, универсализма. И, как мы уже с вами отметили, значение этого термина расширяется. Если одни ученые рассматривают цивилизацию как стадию развития общества, стадия, которая наступила после дикости, то, скажем, Шпенгер нами вышеупомянутый, а также Данилевский рассматривают цивилизацию как заключительную стадию развития любой отдельной культуры. Как отмирание культурного мира. Как вырождение и затухание души культуры. Как хаос. Что ж, уважаемые слушатели, мы на этом закончим и более подробно поговорим об этом на семинаре. , смотрим, скрылcemos. И з erwорачивание существует. Продолжение следует... Продолжение следует... Подписאר в видеaley